Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй и Дэнни! Я сегодня хочу показать вам свой дневной макияж. И как раз-таки сейчас мы уже бежим, спешим. Я думаю, совместить сразу несколько дней. Мы собираемся к бабушке. Нужно делать много дел. Готовлюсь к поездке. У нас, кстати, уже мы выросли. У нас не застегивается этот комбез. Я ношу такие штуки, как майки к нему. По дому, честно. Так, Дэнни, ты тут устроил мне беспредел полный? Давайте начнем с чего? Первое, что я буду использовать, это Фаберлик. Клеточная сыворотка для лица. Мне она очень нравится. Я уже много раз говорила о ней. Она очень хорошо увлажняет. Единственное, что она для тех, у кого уже взрослая кожа. Даже для меня она еще, наверное, рановата. Но мне она очень нравится в использовании. Сейчас мы увлажним наше личико. Я просто слышала, что не стоит... Вот мне как раз подружка моя сказала, что не стоит использовать косметику, та, которая на более старший возраст. Потому что мышцы вроде бы как расслабляются, еще что-то. Но я не знаю, я никогда этого не замечала. Мне просто она очень понравилась. Но вообще она идет 35+, по-моему. Или 40+. Все, мы увлажнили с вами кожу этой сывороткой. Да не поиграй с сывороткой пока. Дальше мы будем с вами использовать вот такой мой любимый корректор Фаберлик. У них два цвета. У них два цвета такого корректора. И мне подходит именно самый светлый. Но он не самый светлый, на самом деле. Не для фарфоровой кожи. А вот для загорелой моей вот такой кожи. А самый темный я вообще не знаю, когда он. Он для чего вообще? Самый темный. Для супер загорелой. Ну, я уже говорила, что возможно он подстраивается под кожу. Знаете, как есть биби-крем, который подстраивается. Вот так вот замазываю быстренько свои маленькие недостаточки. Они у меня малюсенькие-малюсенькие. И все. И вот так вот растушевываю пальчиком. И вбиваю именно. Не размазываю, а вбиваю. Кстати, можно это делать кистью еще, которая для тонального средства предназначена. Очень хорошо. Зай, что ты кричишь? Что-то сказать хочешь? Мама сейчас красоту наведет. Мы к бабушке поедем. Заодно девочкам покажу. Как обещала. После того, как я нанесла консилер, я буду использовать пудру. Кстати, я заметила, когда начала собирать косметику, я поняла, что у меня очень много фаберлик. И у меня нет пудры фаберлик. Я ее еще не пробовала. Поэтому мы возьмем Vivienne Sabo. Она не имеет никакого тона. Вообще какая-то нейтральная. Чисто для того, чтобы сделать мат. Матовую кожу. Я не люблю, когда кожа блестит. Я считаю, что ее нужно всегда примачивать. Примативать. Примативать. Ой, вот я люблю вот эти словечки. В общем, делать кожу матовой. Так-то я знаю, как это говорится. Просто хочется иногда что-нибудь отщебучить. Все. Кожа наша матовая. Все. Прекрасно. Сразу все будет совсем по-другому сиять, ложиться. И особо, вы видите, тона она не делает. Она ничего не перекрывает. То есть она чисто делает кожу матовой. Дальше я буду использовать... Ох, как мне это нравится. Это пудра. Пудра. Это пудра, да. Фаберлик. Вот такая. Ну, а я ее использую как корректор и бронзер, и румяна. То есть она дает очень классное свечение. Свещение. Цветение. Цветение. Так, я не могу найти, зайчик, свою кисточку. Ты ее куда-то подевал темную. Поэтому я буду использовать кисть для хайлайтера свою. И я чисто вот выделяю скулы ей. Вот так вот, да. Легенько. Так как макияж у нас дневной. Обязательно, чтобы все это гармонировало, мы выделим вот здесь. Зай. Зай. Виски, в общем-то, я всегда выделяю. И можно шею. Да. Шею. Конечно же, хайлайтер. The Balm. Где? Вот хайлайтер мой. The Balm. Кстати, очень нравятся мои подружки. Представляете, я недавно с этим подарила. Она мне показывает, у нее уже вот этого и вот этого нет. Она использует вот этот цвет как корректор, а вот этот как хайлайтер. И, кстати, когда будет конкурс у меня, на 100 тысяч я хочу внести эти хайлайтеры в коробочки красоты, которые я вам собираюсь приготовить. Все, немножко хай сделаем. Дальше, что из нового у меня появилось? Фаберлик из последнего. Это тени. И мне очень нравится ими делать дневной макияж. Действительно, он получается настоящий дневной. Самый светлый вот этот цвет я буду использовать во внутренний уголок глаза. Кстати, я заметила, что кисточка, знаете, она наносится очень так вот мягенько. Вот видите? И я такая думаю, что бы сделать, чтобы ложился плотно? Он же на палец ложится плотно. Я просто взяла палец и просто вот так положила внутрь. Совсем по-другому, да? Видите? Я люблю, когда беленькие тени внутри. В общем, пальцем накладывать эти тени гораздо лучше. Они плотнее и красивее. И красивее. И красивее. Выбирайте, как хотите, ложатся. А дальше я кладу вот это матовый немножечко такой. Я его ложу. Ложу, накладываю, как хотите опять. Да, мои зрители меня дрессируют. Но я не поддаюсь дрессировке. И всё равно говорю так, как мне более нравится, приятно и, в общем-то, правильно, неправильно. Это уже второй вопрос. В уголки. И тоже это всё делаю растушёвочной кисточкой. Всё вот так вот прям. А растушёвываю небрежно, можно сказать. Многие могли заметить, что у меня вечно небрежный макияж. Да-да. Вот я думаю, всё. Вот если к вечеру готовится... Деня, дай, дай. Деня. Вот если к вечеру готовится, можно в уголки сделать вот этот не сильно тёмный вечерний макияж. А можно сделать самый тёмный. Это будет супер вечерний макияж. Сейчас я оставлю всё так. Денни, где моя кисточка? Ещё одна. Ещё одна кисточка. Ты куда подевал? День, я тебя сюда посадила. Не для того, чтобы ты им не мешал. А чтобы помогал. Глянь ты. Куда дел кисточки? Куда кисть? Вот она кисточка. Дурындел. Так. Ты в зеркало смотришь? Вот такой плоской кистью я обычно те же самые цвета дублирую вниз. То есть делаю здесь, под глазиком. И светленькие уголки. Наверное, надо делать наоборот. Сначала в уголки. Если вы ту же кисть используете. Ну, в общем, так тоже хорошо. Так. Что у нас дальше? Блеск для губ. Блеск для губ я тоже буду использовать. Фаберлик. Мне вот эти очень нравится. Во-первых, дизайн офигенский. Узенькая такая. Она очень стильно смотрится вообще с собой, когда брать. Тушь. Давайте я тушь наносить не буду. Я просто покажу, какую я использую. Просто сегодня у меня наращивание ресниц. Это такой блеск, знаете, для губ. Прекрасно увлажняет. И вообще такой дневной блеск. Так, тушь я буду использовать. Тушь у меня есть разного. У меня есть тушь Vivienne Sabo. У меня есть тушь от Divas. В общем, разные всякие. Но почему-то я предпочитаю все время на скаку, на бегу, особенно дневной макияж, использовать вот эту вот дешевую тушь вообще за 89 рублей. Покупала в Галамарте, по-моему. Ультра-волюм маскара. Я не знаю. Вот такая вот марс. И мне она очень нравится, потому что она не делает никакие особые пушистые ресницы. Она просто как бы придает некий такой вот очертание. В общем, ничего особенного. Красить я ей не буду, потому что перед наращиванием, чтобы просто муж тени стерли и все. Вот. Мой новый цвет волос. Прекрасный. Мне, кстати, нравится этот оттеночек. Реально, он очень крутой оттенок. Вот смотрите, да? Класс, класс, класс. Это мои предыдущие видео. Смотрите. По краске. Или в плейлисте волосы. Все. Все. Дневной макияж готов. Больше я ничего не делаю. Я не наношу румяна. Я не наношу пудру. Я не пользуюсь биби-кремом. Особенно в летнее время. Вот, может быть, попозже, когда чуть потемнеет и захочется согреть лицо, мы будем использовать с вами биби-крем. Дэнни. Все, прощаемся. Иди прощаться. Иди. Всем спасибо за внимание. Я вот тут на фоне вам тут с вами разговаривал. Вы поняли, что теперь мы вместе? Да. Мы теперь вместе будем все видюшки вести. Вы поняли теперь? Так что, если вам не нравится фон детский на фоне, фон детский, голос детский на фоне, можете не смотреть. Да, Дэнни, она... Все. Люблю вас, целую. Подписка, лайк. Кто первый раз, мы с вами прощаемся. Пока-пока. И че? Че ты тут кричал? Вот хорошо комментарии закрыты. А то бы писали все. Это детский плач. Это детский крик. На фоне мешает. У тебя все равно? И мне все равно. Эта песня знаю только для меня. Ты полетишь выше звезд, верю я. Да, все хорошо, если на краю. Я хочу, чтобы ты знал, я с тобой стою. Эта песня знаю только для меня. Ты полетишь выше звезд, верю я.